Друзья, привет! Сегодня будем разбирать трек группы Blue Octobo под названием Say It. Он вышел в 2009 году, но услышал я его совсем недавно. Он мне понравился, я решил его поиграть сам. И он мне показался очень подходящим для разбора. Хоть здесь всю песню практически играется один и тот же рисунок, но трек динамичный. Идет частая смена тарелок, особенно много работы на хай-хете. Игра в закрытый хай-хет, в слегка приоткрытый хай-хет, в полностью открытый хай-хет. Есть различные открывания хай-хета и есть даже заполнение на хай-хете в стиле тех, которые я показывал в видео заполнения на хай-хете. Плюс есть еще несколько интересных заполнений, не связанных с хай-хетом. Некоторые моменты, которые связаны с открыванием хай-хета, я взял из концертной версии. Мне, в принципе, нравится смотреть концертные версии, потому что интересно наблюдать, как барабанщик развивается со временем и добавляет какие-то новые элементы в свою игру, особенно в старые песни. Оригинального минуса у меня нет. Я его сделал в приложении Moises. Скачать вы его можете по ссылке в описании. Он будет там в различных темпах и с метрономом. А ноты можно приобрести на моем сайте okdramer.ru, тем самым меня поддержать. Также, друзья, я напомню, что я занимаюсь преподаванием в Санкт-Петербурге или по скайпу или зуму, если вы из другого города. Поэтому, если у вас есть желание научиться играть на барабанах или продолжить свое обучение, пишите. Ссылка на мои контакты будет в описании. Также, если у вас есть желание поддержать меня, то вы можете сделать донат через мой сайт. Ссылка будет в описании. А теперь давайте разбирать трек. Сначала я отыграю его полностью под музыку, а затем медленно разберем некоторые моменты. Итак, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 А теперь давайте разбирать по частям. Начинается все с простого заполнения, которое начинается на третью четверть такта. Давайте посмотрим, как оно выглядит. И дальше идет простой рисунок в открытый хэй-хэт. Давайте посмотрим, как он выглядит. В принципе, этот рисунок будет встречаться всю песню, только будет играться в разные тарелки. А теперь давайте посмотрим первое заполнение, которое играется в конце вступления, перед переходом на куплет. Очень интересное заполнение. Барабанщик играет по-прежнему рисунок, но в момент, когда он играет в бас-барабан, он играет удар в напольный том, затем в первый том, затем возвращается в малый барабан, уже без бас-барабана, и затем играет опять удар в напольный том, но без бас-барабана. Мне показалось интересным заполнение, потому что я бы сыграл наоборот. Я бы сыграл первый, третий, малый, третий. Но он пошел в обратную сторону. Это интересно. Но на одном лайве я видел, как он играет как раз-таки ту версию, которую я бы сыграл, но это было только один раз, в основном он играет все-таки в обратную сторону. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Здесь очень важно следить за тем, чтобы руки совпадали с ударом в бас-барабан. Двигаемся дальше, первый куплет. Здесь мы играем наш рисунок уже в закрытый хай-хет, и каждые 4 такта мы на последнюю восьмую его открываем. Я сейчас сыграю версию с открыванием на каждые 2 такта. Таким образом он будет играться во втором куплете. Этот момент я взял из концертной версии, мне показалось, что это добавляет динамики второму куплету. Куплет состоит из 16 тактов, 2 части по 8 тактов. И в конце первой части, в восьмом такте, есть небольшое заполнение на хай-хете, как в первом, так и во втором куплете. Они немножко буквально отличаются, давайте посмотрим, как они выглядят. Продолжение следует... Первое открывание хай-хета я опять взял из концертной версии, на студийной версии его нет. Теперь вторая часть куплетов. Тот же самый рисунок, но играется в слегка приоткрытый хай-хет. Это добавляет немножко динамики и напряжения моменту. Я не буду показывать этот рисунок отдельно, думаю, тут сложности не возникнет. Просто совсем слегка приоткройте хай-хет. И в конце куплета мы играем с заполнением. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Двигаемся дальше, припев. И первый и второй припев, в принципе, одинаковые, за небольшим исключением в виде акцентов в крэш. Я о нем скажу. А вообще мы играем тот же самый рисунок в райд. А в конце припева играется заполнение, которое мы уже знаем. Точно такое же заполнение, как и в конце куплета. Во втором припеве, в шестом и седьмом такте, добавляются акценты в крэш. На нотах вы это увидите. Будьте внимательны. В принципе, они необязательные. Но если получится, то и хорошо. Двигаемся дальше. После первого припева играется переход на второй куплет или предкуплет. Он играется в открытый хэт, состоит из четырех тактов. Играем тот же самый рисунок. И в конце играется заполнение, которое мы уже разбирали. С бас-барабаном третий том, с бас-барабаном первый том, затем малый барабан и опять третий том. Затем идут второй куплет, второй припев, о которых мы уже говорили. И затем опять идет переход на следующую часть. Но теперь уже переход не на третий куплет, а на бридж. И теперь давайте разбирать сам бридж. Нестандартное количество тактов в нем – девять. И первые три такта играются в напольный том. А затем в четвертом такте идет небольшое заполнение. Давайте посмотрим, как он выглядит. Следующий три такта. Немного изменился наш рисунок. Мы играем его уже в крэш и добавляем еще один удар в бас-барабан. И затем в конце мы играем заполнение. Опять-таки с использованием малого барабана и напольного тома. По сути это группы по три в шестнадцатых нотах. Группа по три здесь две шестнадцатые и пауза. Па-пам-пауза, па-пам-пауза, па-пам-пауза. Но только это в шестнадцатых нотах. Па-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па. Двигаемся дальше. Припев номер три. Он практически такой же, как и первый и второй, но за одним исключением немножко отличается заполнение. Вместо последнего удара в напольный том и в малый барабан мы теперь играем в малый барабан и в крэш. Давайте посмотрим, как оно выглядит. И вот мы добрались до концовки или коды. Первые четыре такта играются по-прежнему в райд. В первом такте есть акценты на первую четверть и на вторую четверть с малым барабаном. Не пропустите, мне кажется, они там нужны. А в четвертом такте играется заполнение такое же, как и в конце третьего припева. И дальше мы переходим на открытый хай-хет. И из оставшихся двенадцати тактов песни я хочу показать отдельно, как выглядят четвертый и пятый такт, так как там добавляются шестнадцатый в малый барабан и акценты в крэш. Давайте посмотрим, как они выглядят. КОНЕЦ Ну что ж, друзья, на этом все. Спасибо большое, что смотрели. Я надеюсь, этот трек вам понравится как слушать, так и играть. Если будут вопросы, пишите, не стесняйтесь. Я всегда на связи. И увидимся в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok